Все отлично. Сегодня я хотела бы вам рассказать о бинауральных ритмах. Бинауральные ритмы вполне возможно могут влиять на мозговые волны, и магии в этом на самом деле меньше, чем может показаться. Бинауральные ритмы — это по сути слуховая иллюзия, которая возникает, если прослушивать звуковые сигналы двух близких частот, каждый из которых подается только в одно ухо. Мозг пытается совместить эти два звука, и в результате мы слышим третий звук на частоте, который представляет собой разницу между первыми двумя. Эта иллюзия создается у нас в стволе мозга. Примером можно привести то, что если в правое ухо подать звуковой сигнал частоты 40 Гц, а в левое — 410, то мы будем слушать, ощущать биение на частоте 10 Гц. Это будет называться бинауральным ритмом. Деятельность мозга подстраивается под частоту бинаурального ритма, и в приведенном примере мозг начинает работать на частоте 10 Гц. Такой процесс называется навязыванием частоты мозговых волн и представляет собой один из способов, которым пытаются взломать мозг, чтобы достичь желаемого психического состояния. Механизм бинауральных ритмов. Вот здесь мы можем увидеть то, что для бинауральных ритмов используют двуканальную запись звуков и слышимого диапазона частот, отдельно из правого и из левого уха. Канал, частота звука в обоих каналах должна быть близкой друг к другу, но не одинаковой. Например, 1200 Гц и 1210. Обычно разница частот не превышает 25 Гц. И при прослушивании записи такого рода в мозге происходит смешение частот из левого и правого канала, которые субъективно человек воспринимает как пульсацию звука. Эта пульсация возникает в верхней оливье, которая как раз-таки у нас отвечает за передачу акустической информации и расположенных в стволе мозга. А резонансный отклик идет в сторону, в зону четверохолмия продолговатого мозга, который участвует в интеграции сенсорных ощущений от глаз и органов слуха. Частота пульсации соответственно равна разности между двумя каналами этих частот. И если разница между частотами слишком велика, то человек будет просто слышать оба сигнала. С точки зрения акустики смешение двух звуков схожей частоты и одинаковой фазы создает побочный низкочастотный сигнал с частотой, равной разнице между звуками в левом и правом полушарии. Проще говоря, человек слышит не два реальных сигнала, а фантом, производный звук, созданный мозгом. Таким образом, этот фантом воздействует на мозговые волны и тем самым стимулируя их на определенное состояние. И вот на картинке мы можем как раз-таки увидеть механизм восприятия бинаурального ритма. Мигель Гарсия Аргибай – это ученый из шведского университета Эребру, в сферу интересов которого входят бинауральные ритмы. Он говорит, что привлекательность бинауральных ритмов заключается в том, что в теории небольшая разница в частотах двух сигналов заставляет мозг работать на желаемой частоте. И цель этого воздействия в том, чтобы заставить клетки мозга работать на частоте, соответствующей желаемому психическому состоянию. И в основе работы мозга лежит как раз-таки передача электрических сигналов. И в зависимости от вида мозговой деятельности нейроны передают сигналы с разной частотой. Определенные частоты мозговых волн обычно измираются с помощью электроэнцефалограммы. Они связаны с различными когнитивными и эмоциональными состояниями. Здесь мы можем увидеть частоты. Явление навязывания частоты мозговых ритмов состоит в том, что головной мозг начинает работать на частоте внешнего раздражителя. Например, бинауральные ритмы – это область мозга, которая обычно функционирует на разных частотах, начинает синхронизироваться. Цель этого воздействия в том, чтобы заставить клетки мозга работать на частоте, соответствующей желаемому психическому состоянию. Например, если нужно нам подготовиться к тесту или сосредоточиться на работе, то настройка мозговой активности идет на гамма- или бета-ритмы. Она может повысить внимательность. Или наоборот, если у нас бессонница, мы пытаемся обмануть свой мозг, чтобы он замедлился до тета или до дельта ритмов. Это нам поможет заснуть. Бинауральные ритмы способны нарушить нормальную активность мозговых волн и их баланс, что приведет к негативным последствиям для психофизического состояния человека. Вот мы можем увидеть соответствующие виды нарушения активности мозговых волн, которые приведут к следующим последствиям. Это снижение активности дельта-волн. Они приведут к провокации приступов шизофрении или ухудшению состояния больного шизофрении человека. Избыток активности дельта-волн. Это приводит к нарушению когнитивных функций. Усиление активности бета-волн и ослабление активности тета-волн приводят к эпилекции, судорогам, синдромам дефицита внимания и гиперактивности. Ослабление альфа-волн и их замещение бета-волнами приводят к тревожным состояниям. Повышенная активность тета-волн приводит к депрессивным состояниям. Прислушивание бинауральных ритмов с высокой долей вероятности может вызвать перегрузку сенсорных механизмов и, как следствие, спровоцировать мелдаун у людей, страдающих расстройствами аутистического спектра. Прислушивание бинауральных ритмов воздействует на мозговые волны за счет производного звука, созданного мозгом, то искажение восприятия звука между левым и правым ухом приведет к негативным последствиям для психического и физического состояния человека. Это головные боли, это мигрени, судороги, рассеянное внимание, провокация приступов в шизофрении. На картинке приведен пример неравного звуковосприятия. Также и деградация динамиков наушников, происходящая по мере их эксплуатации, будет искажать уровень сигнала в каналах, что по своей сути будет схоже с нарушением порогов восприятия звука у человека. Негативные эффекты. Одним из самых распространенных последствий прослушивания чрезмерно громкого звука в наушниках является потеря звука. Как правило, люди увеличивают общую громкость звука, а не конкретные компоненты сигнала, которые хуже слышны, и это приводит к ухудшению порогов звукового восприятия и дальнейшему развитию тугоухости. К другим причинам негативных последствий можно отнести дисбаланс наушников, это нарушение фаз, деградация динамиков, негерметичная посадка наушников. Также это дисбаланс порогов слухового восприятия между ушами, это искажение в системном микшере или аудиоплеере, это нарушение при записи звука, это некорректный выбор микрофонов, разброс параметров микрофона. Данные факторы могут привести к нарушениям активности мозговых волн, что может вызвать расстройство психики, например, приступы шизофрении, эпилепсии, развитие депрессивных состояний, ухудшение физического состояния, головные боли, мигрени, нарушение сердцебиения. И также стоит отметить, что приведенные негативные последствия и их причины проявляются не у всех людей и могут носить также временный характер. На этом у меня все, спасибо за внимание.